Добрый день! Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. Замечательный валийский актер Майкл Шин, которого мы хорошо знаем, как минимум по сериалу «Благие знамения», читает один из самых известных политических текстов, написанных в XX веке. Стихотворение Уистона Хью Одена, 1 сентября 1939 года. Я сижу в ресторанчике, на 52-й улице в тусклом свете гибнут надежды умников бесчестного десятилетия. Волны злобы и страха плывут над светлой землей, над затемненной землей поглощая частицы жизни. Тошнотворным запахом смерти оскорблен вечерний покой. У всех свои ассоциации с первыми днями сентября. Для меня это всегда не столько начало нового учебного года, сколько мысль о том, что 1 сентября началась Вторая мировая война. Как театр замечает, что мир вокруг находится в состоянии войны? Мамаша, аккурат! Мамаша, аккурат! Они не согласны. Я вас предупреждал. Фельдфебель уже уходить хочет, говорить толку видно не будет. Каждую минуту могут в барабан ударить, тогда, значит, уже казнь. Они до 150 дошли, но Фельдфебель и слушать не желает. Да. Еле упросил его дождаться, пока я последний раз с вами поговорю. Скажи! Скажи! Даю две сотни! Беги! Бегу, бегу! Беги! Бегу! Боюсь, слишком долго я торговалась. Слишком долго. Господи! Успел бы только. Барабан бьют. Но это ничего. Успел, наверное. Может, сторговались? Зачем им швейцариться? Они ведь деньги любят. Все-таки 200 гульденов. Успел, наверное. А у барабана это просто так бьют. Для страха. Просто нравится им. Вот и бьют. Ну вот вам. Вот вам. Доторговались. Фургон ваш при вас останется. Одиннадцать пуль он получил. Вот и все. Мне Ивета все рассказала. Они ему, оказывается, не поверили, что он ларес в речку бросил. Подозревают, что он спрятан у вас. И вообще мы с ним в сговоре. Они хотят его тело сюда принести. Надеются, что вы себя выдадите, когда его увидите. Не признавайте его. А то все мы пропали. Они идут. Идут. Сюда. Вот сюда. Вот тут у нас один покойник. Не знаем, как зовут. Надо записать для порядка. Он у тебя тут закусывал. Погляди. Погляди. Ну? Признаешь личность? Ну как? Признала? Нет. А-а-а. Выходит, до этого его не видала. Он же у тебя закусывал. Не помню. Не помнишь. Тащите на свалку. Его никто не знает. Бертольд Брехт заканчивал пьесу «Мамаша Кураша и ее дети», когда Вторая мировая уже шла, осенью 1939 года. Хотя он начал работу еще в 1938-м. Предчувствие скорое начало большой войны. Впрочем, позже Брехт говорил, что опоздал со своим предупреждением. Когда я писал, мне представлялось, что со сцен нескольких больших городов прозвучит предупреждение драматурга. Предупреждение о том, что кто хочет завтракать с чертом, должен запастись длинной ложкой. Может быть, я проявил при этом наивность. Спектакли, о которых я мечтал, не состоялись. Писатели не могут писать с такой быстротой, с какой правительства развязывают войны. Ведь, чтобы сочинять, надо думать. Мамаша Кураш и ее дети опоздала. Театр сделал войну поводом для высказывания сразу же, как появился, по крайней мере, европейский театр. По крайней мере, насколько мы об этом сегодня знаем. Первая известная нам трагедия – это самая ранняя из дошедших до нашего времени пьес Эсхилла «Персы». Премьера «Персов» состоялась в Афинах в 472 году до н.э. И действия «Персов» происходят во время морской битвы в острове Соломин в 480 году. Эсхилл сам участвовал в греко-персидских войнах. Воевал в афинской армии, которая победила «Персов» при марафоне. В трагедии «Персы» нет победителей. Герои этой пьесы – только побежденные. И это создает невероятно сильный эффект переживания катастрофы. «Перса» – это трагедия. А еще через 60 лет после ее премьеры в Афинах появилась комедия на тему недавней войны. Комедия, которую, говоря на современном языке, можно назвать антивоенным произведением. Возможно, первой антивоенной пьесой. Я говорю «возможно», потому что за несколько лет до появления «Лесистраты» Аристофана, в 415 году до н.э., состоялась премьера трагедии «Эврипида» – «Троянки». И сегодня о «Троянках» можно было бы сказать, что это высказывание о войне как источники бедствий и для побежденных, и для победителей. Но в трагедии «Эврипида» речь идет о мифической «Троянской войне». С «Лесистратой» совсем другая история. Комедия Аристофана появилась как реакция на совершенно реальные события совсем недавнего времени. Что происходило? В середине V века до нашей эры Афины ввязались в борьбу между греческими колониями на Сицилии, которая традиционно была сферой влияния других греческих городов-государств – Коринфа и Спарта. Эта война продолжалась несколько десятилетий, и очередной экспедиционный корпус афинской армии, отправленный осуждать сицилийский город Сиракузы в 413 году до нашей эры, потерпел сокрушительное поражение. Еще через два года, в 411, в Афинах состоялась премьера комедии «Лесистрата». Ее сюжет все хорошо знают. Женщины отказывают своим мужьям в сексе до тех пор, пока по всей Греции не установится мир. Я Леда. Славная. Но кто, скажи, всех этих женщин здесь решил собрать? Я. Говори же нам, чего ты хочешь. Открой нам свои важные дела. Сейчас скажу. Но прежде чем сказать, один вопрос задам. Тоскливы вам с детьми, без их отцов, ушедших на войну. У вас, я знаю, у всех мужья в отлучке далеко. Шестой уж скоро месяц, как в Афракию, мой бедный муж с оружием ушел. А мой уж восемь месяцев сражается. И мой едва успеет возвратиться в дом. Опять защит берется? Да и был таков. Любовники и те, как будто вымерли. Печальные вдовьи доли утешители. Хотите ж, если средства я придумаю, помочь мне и с войной покончить? У богини не спрашивай. Готова я, хотя пришлось бы платье заложить и деньги мужу дать, чтобы он их сразу пропил. А я готова, словно камбалу себя разрезать, дать наполовинки. А я на самую вершину скал ползком взберусь. Лишь наступил бы мир. Но если мы поверим и воздержимся... Твой чур меня. Разве мир приблизим мы такой ценой? Неужто сразу настанет мир? Настанет, видит боги! Когда подкрасить будем мы сидеть, или облачаясь в прозрачный хитон, и пройдем его ноги, и напивая, пускай горят желания мужья, а мы им скажем, руки прочнее шагу, пожалуй, мир немедля заключат. И правда, помните в Троянскую войну царь Менилай, увидя голую прекрасную Елену, меч выронил? А если бросят вовсе нас мужчины, а? А если схватят нас и в спальню силую потащут? А если станут драться? Я знаю, наше золото в Акрополе спартанцам спать спокойно не дает. Обдумано и это у меня. Захватим мы Акрополь наш сегодня. Но если так, то значит все устроено, давай голосовать. А это как? Руками не учи, руками. Вы что, ни разу рук не поднимали? Их только ноги задирать учили. Так почему же то, в чем согласились мы, нам не скрепить присягой нерушимой? Поставим чашу черную большую и поклянемся выпить без остатка. Но как же распутать, надеетесь вы государством запутанный узел на земле и на море поправить дела? Очень просто. Но как? Если пряжа затянется в узел у нас и комками собьется на прялке, подхвативши ее, мы распутаем нить, потянув и сюда, и отсюда. И войну точно так же распутаем мы, если вы нам распутать дадите, потянув и сюда, и отсюда, отправляя послов и посольство к себе принимая. Возмутительно правых, что ткать и прясти. Вы хотите дела государства, но какое вам дело, скажи, до войны? Это нам что за дело? Проклятый! Знай, для женщин война, это слезы вдвойне. Для того ли детей мы рожаем, чтобы на кровь и на смерть провожать сыновей? Замолчи. Он не надо про горе. К тому же, в года, когда юность цветет, когда хочется радость увидеть из-за ваших походов, как вдовы мы спим, но о наших страданиях довольно. Я за девушек больше болею душой, что в невестах стареют тоскливо. А мужчины, скажи, не стареют совсем? У мужчин это дело другое. Он домой возвратится с седой головой, а невесту берет молодую, а у женщины краток, отрадный расцвет. И когда ты его не захватишь, не захочет никто и посватать ее. И сидит она, тщетно надеясь. Всему свой срок. Ишь, а ты почему не спешишь умереть? Места хватит в земле. Купи себе гроб. А кутью так и быть для тебя и сварю. И поминки устрою на славу. Спустя две с половиной тысячи лет после Эсхила война стала темой и предметом драматургической рефлексии по поводу недоанних войн. И это не только трагедии и комедии. О войне заговорили каждый на своем художественном языке самые разные жанры и виды театрального искусства. Опера, балет, мюзикл. Один из самых знаменитых военных мюзиклов это «Блиц» Лайонела Барта. И по названию понятно, что его действия происходят в Лондоне во время бомбежек английской столицы самолетами Люфтваффе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Деланные безразличия семейные пары к войне, идущие в самом буквальном смысле за стенами их дома, в конечном итоге от войны не спасают. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Без стыдности. А кто? Кто-то тебя оскорбляет. Ти-ти-ти-ти. Что это? Кто тебя оскорбляет? А что ты делаешь? Я тебя на чистую воду вывожу. Маленькая, ты меня уводишь на чистую. Я тебя на чистую воду вывожу. Нет, слышишь, как мы его на чистую воду. Что у тебя просто всю штука. Вот так, всю штука твою. С твоего харюса сотру. Понятно? Всю штука. Что давай? Что давай? Я думаешь, я не сотру? Думаешь, я просто так, Ля-ля, да? Думаешь, я не сотру? Так, осторожно. Осторожно, осторожно. Берегись. Осторожно. Предупреждаю, осторожно. Не переходи в черту. Осторожно. Я сказал, зря ты ушла. Открой окно, посмотри, что там такое. Ты же только что говорила, что его открывать не надо. Ну вот я уже сдаюсь. Смотри, какая лапочка. Да, лгун я. Хоть на сей раз не врешь. Ну, а впрочем, тебе, по-моему, не будет холодно. По-моему, уже потеплело. Ну, что там такое? Ничего. Трое убитых. Кто именно? По одному с каждой стороны и еще один прохожий, сохранявший нейтралитет. Не стой у окна. Они тебя пристрелят. Сейчас закрою. ПОДПИСЫВАЮЩЕЙСЯ Хм! Кстати, здесь уже не стреляют. Ну, значит, ушли. Это дай посмотрю. Закрой, мне холодно. Они все-таки следят друг за другом, а? Ты смотри. Ты видишь? Прямо? Прямо? Прекрасный повод. Ничего не решать. Это Лия Хеджакова, Геннадий Хазанов. Телеспектакль Бориса Бельгарма «Бред вдвоем», который вышел в 1995 году. Ну, сколько этому спектаклю написал Владимир Чекасин. Возможно, абсурдизм — это лучший художественный метод для описания той ситуации, в котором живет современное общество. Война или войны идут. Новости о войне, нынешнюю эпоху тотального проникновения масс-медиа доступны из любого гаджета, но миллионы людей не хотят этого замечать. Михаил Дурненков написал пьесу «Война еще не началась» в 2015 году. Россия уже вела войну против Украины, а российское общество изо всех сил старалось, как старается и сейчас, не замечать этой войны. В восьми эпизодах пьесы Дурненкова мы видим, как война становится едва ли ненормальным состоянием повседневного существования. Нет, не на фронте. Самой обычной рутинной повседневности. В 2017 году подкаст «Тереотеатр», проект «Медиа-ресурсы», или как они сами себе называли, «СМС-дата». Батенька годовой трансформе вместе с фестивалем «Любимовка» выпустили радиоспектакль по пьесе Дурненкова «Война уже не началась». Его поставил Александр Вартанов. Ты с ума сошел? Мы чуть с ума не сошли. Мы звонили в школу. Мы звонили твоим друзьям. Я себе места не находил. Я чуть не посидела от ужаса. И вот здрасте, пожалуйста, откуда мы все узнаем? Из интернета. Ваш ребенок отмечен на фотографии марш мира. В центре города. На площади. А если бы тебя там побегали? А если бы тебя там покалечили? Ну, я знаю, что это было согласованное мероприятие. Только не надо говорить, что власти были в курсе. Это не значит, что это всем у нас нравится. Вот только не говори, что вас охраняла полиция. Еще неизвестно, кого охраняла полиция. Может, от вас полиция и охранялась? Не-не-не-не от тебя, а вот от тех других плохих, которые там были тоже с тобой. Черт с ними! Ну, это да, это черт с ними. Главное, что с тобой все в порядке. Хорошо, что с тобой все в порядке, и ты жив и здоров. Это очень опасно, как ты этого не понимаешь. Это только называется во имя мира. Там может быть все, что угодно. Ты видел там эти флаги? Откуда? На демонстрации во имя мира флаги государства, с которым мы враждуем. Вражеские флаги! Им там нечего делать! Мы же, возможно, завтра будем с ними воевать. Самое правильное для такой демонстрации было бы их сжечь. Точно! Сжечь их флаги на главной площади! Вот тогда это была бы настоящая демонстрация во имя мира, или как чего там, во имя добра, во имя мира! Не могут на нашей демонстрации во имя мира быть флаги врагов. А я читал, я читал, что пишут вот эти другие, с другой стороны. Я читала! Они пишут и пишут. Развалили свою страну, хотят развалить нашу и пишут. Больше же им делать нечего, кроме как писать. Пишут ведь и пишут! И понимаешь, удивляются, значит, почему это после этой демонстрации все разошлись. А что это все разошлись, вместо того, чтобы, значит, избивать полицию? Метать булыжники! Вот они чего захотели? Чтобы это все превратилось в бойню? Это страшно себе представить. Вот за это мы и воюем! Не-не-не, мы не воюем! Мы не воюем! Но, но это, это, это то, чего мы не хотим. Не допустить этого. Этого не допустить войну, понимаешь? А ты ходишь на всякие демонстрации и разжигаешь. Да, да. Ты же разжигаешь войну, вдумайся. Как ты вообще мог? Как ты мог? Ты же хороший человек. Ты же еще ребенок. А уж и за войну. Эх ты, как ты мог. Я хочу напомнить, что ссылки на полные версии спектаклей и фильмов, которые цитируются в подкасте «Закати сцену», всегда можно найти в описании эпизода подкаста. Фрагмент письма Бертольда Баревта читал Валентин Самохин. Мы встретимся с вами через неделю. С вами был Михаил Калужский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова